Тружеников тыла наградили памятными медалями. Награды ветеранам вручила глава Сбестовского городского округа. Участниками мероприятия стали подопечные Центра социального обслуживания населения, ветераны, труженики тыла и малолетние узники концлагерей. Из более чем полутора сотен награждаемых на церемонию пришел 41 человек. Остальных сотрудники Центра посетят на дому. Вообще мы в Центре получили на сегодня 168 медалей. Это наши подопечные. Сегодня у нас как раз здесь организация возрождения. То есть те ветераны, которые приехали из других городов или те ветераны, у кого сегодня за ними нет предприятия. Их придет у нас 26 человек. Это те, которые придут. Потому что их на сегодня 80. Но вот понимаете, из 80 сегодня к нам сможет прийти только 26 человек. К остальным мы поедем домой, потому что они уже не ходячие. Столы для гостей накрыли в кафе Дворца культуры. Чтобы поздравить ветеранов и вручить им медали к 70-летию победы, мероприятие посетил глава города Андрей Халзаков. Государство не забывает тех героев, которые сражались за нашу отчизну, за нашу свободу. Государство не забывает тех, кто работал в тылу и, наверное, еще тяжелее брал на себя время работать в голоде, но выпускали оружие. А я бы еще хотел сказать вам огромное спасибо от всего города Азбек, потому что имею такое право, как его города, за вашу жизнь. Потому что вы после войны много делали, чтобы наш город поднимался. Николай Мутовкин, труженик тыла, в 41-м году окончил пятый класс школы. Когда началась война, ему, как и другим подросткам военных лет, пришлось оставить учебу и идти работать в колхоз. Работа в колхозе трудная и тяжелая, а так как не хватало трактористов, со временем Николай Васильевич освоил и эту профессию. Рабочая смена у нас была все в 18-20 часов, потому что утром в 4 часа вставали и в 6 часов уже шли на работу. Только покушаешь, там докушать было нечего, потому что мы все сдавали государству. Как и многим другим ребятам, ему хотелось на фронт, но военкомат не пускал. Страна нуждалась в трактористах не меньше, чем в солдатах. А еще стране нужны были учителя, чтобы осиротевшие дети военных лет не росли безграмотными. Галина Власова к началу войны была 14-летней школьницей, а долгожданную победу встретила уже в качестве учительницы. 9 мая еще учебный год не кончился. Некоторые ребята радуются, лопают, что война кончилась. Некоторые плачут, что папа не придет у меня, папа у меня. Мой папа тоже не придет. И мы нарежились с ним. В ближайшее время комплексный центр социального обслуживания населения планирует провести мероприятие для малолетних узников концлагерей. Оно будет приурочено к годовщине восстания узников Бухенвальда, который во всем мире отмечается как день освобождения узников фашистских концлагерей. Татьяна Мельникова, Антон Машков, Новости АТВ. Субтитры создавал DimaTorzok